Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи с официальным визитом посетила делегация из Испании. Главный вопрос – насколько комфортно будет здесь зарубежным болельщикам. Минувшие выходные в Сочи ознаменовались несколькими ДТП. Пострадали велосипедист и мотоциклист. В Сочи появилась горячая линия по сбросам сточных вод. Накануне старта купального сезона в мэрии обсудили экологическое состояние курорта. В Сочи состоялся горный забег. По пересеченной местности трассу проложили по ущельям и скалам. Увеличить валовый региональный продукт в два раза. Президент России обсудил социально-экономическое развитие Кубани с Вениамином Кондратьевым. Он стал первым губернатором, с которым Владимир Путин встретился после инаугурации. По словам Кондратьева, рост ВРП Краснодарского края необходим, чтобы выполнить новые майские указы президента. Все возможности для этого в регионе есть. В крае понятно. Вы не так давно докладывали об этом. Хотел бы с вами поговорить о том, как вы предполагаете выстроить работу по основным направлениям развития и по решению тех задач, которые были изложены в указе президента 7 мая этого года. С учетом особенностей края, с учетом особенностей структуры экономики края. Мы реально понимаем, чтобы выполнить все ваши поручения, конечно, необходимы финансовые ресурсы. Исходя из тех задач, которые сегодня уже вы поставили в рамках указа, мы должны ВРП увеличить не на проценты, а в два раза. Чтобы выполнить максимальные указы, оно должно быть 4 триллиона 500 миллиардов, как минимум. Рост экономики региона должен соответствовать где-то 4 процентам в год. Естественно, объем промышленной продукции должен быть увеличен как минимум в два раза. Производительность труда в два с половиной раза. Бюджет должен создавать региону около 600 миллиардов рублей. И я хочу вас заверить, что исходя из того, что сегодня экономика региона чувствует себя очень-очень хорошо, я еще раз могу заверить, что все поручения мы выполнены. Отдельно Владимир Путин обсудил с Вениамином Кондратьевым вопросы использования биоресурсов, развития сельского хозяйства и сельхозкооперации в Краснодарском крае. Политологи и социологи оценили встречу президента с губернатором Краснодарского края как хороший знак для региона. Владимир Владимирович очень внимательно отслеживает все, что делается в крае. Это первое. Второе. То, что у нынешнего губернатора сложилась команда, вместе с которой он в принципе выполняет те установки, которые президент ставит перед губернаторским корпусом, в том числе и в реализации так называемых майских указов. После инаугурации первая встреча с губернатором, она по символизму настолько же сильная, как первый визит Путина за границу. Соответственно, когда президент посещает какое-то государство сразу после инаугурации, это означает, что он в этом направлении внешней политики будет делать основные приоритеты. То же самое касается и разговора, беседы Путина с Кондратьевым. То есть мы понимаем, что Путин в новом своем сроке будет делать упор в том числе на сельское хозяйство, развитие морских территорий, о которых шла речь, собственно говоря, на встрече. Кроме того, нужно отметить, что эта встреча, она символична тем, что Кондратьев дал понятие, Кубань готова к выполнению майских указов, несмотря на то, что потребуются какие-то финансовые затраты, увеличение финансовых потоков. Регион готов к тому, чтобы это сделать, готов эти финансовые потоки изыскать, в том числе и путем роста экономики. Соответственно, другие регионы не должны будут отстать в этом плане тоже. В целом, вся эта встреча, она однозначно усиливает позиции губернатора и является хорошим сигналом. В таком формате Владимир Путин и Вениамин Кондратьев встретились впервые и с момента последних губернаторских выборов в Край. Это было в 2015 году. С тех пор Кубань взяла принципиально новый курс развития экономики. Как изменился Край за эти три года в обзорном материале наших краснодарских коллег. Регион с богатыми природными ресурсами и огромным потенциалом для развития. Таким сегодня знают Краснодарский край. Его называют опорным субъектом России, а по показателям социально-экономического развития Кубань входит в пятерку сильнейших регионов России. Предлагаю посмотреть, как же изменился Край за последние несколько лет. Итак, за три года рост отмечается практически во всех отраслях экономики. Заработная плата на Кубани сегодня в среднем около 30,5 тысяч рублей. В то же время снизился уровень безработицы. Сейчас он всего полпроцента. Это практически в два раза меньше, чем по всей стране. Что касается бюджета, то объем собственных доходов Край превысил 253 миллиарда рублей. Это на 23 миллиарда больше, чем годом ранее. А вот инвестиции только в прошлом году удалось привлечь 470 миллиардов рублей. Впрочем, еще больше, чем бизнесменов, Край манит туристов. За последние три года Кубань из исключительно летнего курорта превратилась в круглогодичное место отдыха. Теперь к нам приезжают не меньше 16 миллионов человек. И это количество туристов всего за год. Чтобы им было комфортно, по звездам классифицировали все гостиницы и отели. А сейчас приступили к сертификации пляжных территорий. Но приехав однажды в качестве туристов, многие решают остаться. Постоянным местом жительства Кубань каждый год выбирают не меньше 60 тысяч человек. Увеличение численности населения подтолкнуло к развитию социального блока. Впервые за 20 лет в Крае приступили к массовому строительству школ. Причем в таких темпах и масштабах образовательные учреждения в регионе еще не появлялись. Только в 2017-м возвели 10 школ. В 2018-м планируют построить еще 12. Доступнее стала и медицинская помощь. За последние три года открыли 60 новых кабинетов врачей общей практики. Все они в основном в отдаленных станицах и поселках Края. В планах этого года строительство еще 30 таких мини-поликлиник. Не менее масштабная стройка развернулась и на кубанских дорогах. За прошлый год обновили почти 600 километров автомагистралей. А в столице Края реконструировали сразу несколько основных улиц. Такого в Краснодаре еще не было. В этом году на Кубани в планах отремонтировать еще 650 километров трасс и 15 мостов. И еще рекорды уже в сельском хозяйстве. Кубань полностью перешла на собственные семена пшеницы. Именно они несколько лет дают небывалый урожай. В прошлом году, например, собрали 14,7 миллионов тонн зерновых. Сейчас в регионе работают над созданием собственного посадочного материала винограда и плодово-ягодных культур. Край производит четверть всех фруктов в стране и лидирует в производстве яблок. За последние два года на Кубани открыли две молочные мегафермы и взялись за развитие перерабатывающей промышленности. С 2016 года в регионе вновь запустили 16 сахарных заводов. Ведь четверть всего российского сахара производится именно у нас. Кроме того, на Кубани открыли первый на юге страны завод, где выпускают детское питание. Вообще промышленность сегодня как одна из самых перспективных отраслей экономики Края. За три года ее рост составил 111,3%. Создан региональный фонд развития промышленности. Сегодня он составляет 500 миллионов рублей. В ближайшем будущем его планируют увеличить до миллиарда. Набранные темпы в крае снижать не собираются, а наоборот приумножать достижения. Согласно стратегии развития региона, уже к 2030 году на Кубани будет проживать 6 миллионов человек. При этом зарплата должна увеличиться больше, чем на 80%. Мария Крошная, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар. Больше всего гостиничных номеров для болельщиков Мундиаля приготовили на Кубани. Готовность отелей и соц. объектов к чемпионату мира сегодня обсудили на совещании под руководством исполняющей обязанности вице-премьера Ольги Голодец. Участие в селекторе принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Исполняющий обязанности зампредседателя правительства поручило усилить контроль за ценами в гостиницах в период проведения матчей. Как отметил в свою очередь глава региона, со всеми отельерами, завышающими стоимость услуг, уже проведена разъяснительная работа. В целом же все службы края готовы принять мировое первенство. Так, за здоровьем болельщиков в фан-зоне и в медпунктах стадиона будут следить больше 150 врачей. Часть из них прошла курс английского языка. В Сочи с официальным визитом прибыла делегация из Испании во главе с чрезвычайным и полномочным послом Королевства в России Игнасио Ибаньес Рубио. 15 июня в Сочи пройдет матч группового этапа Испания-Португалия. Иностранные гости обсудили с главой города Анатолием Пахомовым, насколько город готов к проведению чемпионата мира по футболу и насколько испанским болельщикам будет комфортно. Они с нами, как вы слышали, прорабатывают очень важные вещи. Например, как смогут их соотечественники в городе питаться, как они смогут развлекаться. И вообще, как смогут они общаться с волонтерами, куда обратиться. Для делегаций из Испании провели обзорную экскурсию по Сочи. В том числе иностранным гостям показали место проведения фестиваля болельщиков. У меня прекрасные впечатления от Сочи. Очень хорошая погода, солнечно. В этом плане Сочи ближе к Испании, чем все остальные города России. Мы под большим впечатлением от города и приема, который нам оказали на курорте. Уже сегодня делегация из Испании прибудет в Краснодар, чтобы осмотреть город и базу размещения своей национальной сборной. Минувшие выходные в Сочи ознаменовались несколькими ДТП. На виноградной автоледи на Лексусе сбила велосипедиста. На картинке с регистратора видно, как машина едет по трассе и не снижает скорость перед пешеходным переходом. Туда резко выезжает велосипедист, который по правилам должен переходить дорогу пешком, ведя рядом велосипед. Иномарка сбила мужчину. Водитель Лексуса сразу же вышла из машины. Теперь все обстоятельства ДТП предстоит выяснить автоинспекторам. Еще одно ДТП попало в камеру видеонаблюдения. На транспортной «Мерседес» пересек двойную сплошную и не уступил дорогу, двигающемуся по главной мотоциклу «Ямаха». Экстренное торможение привело к тому, что мотоцикл перевернулся. Его водителя увезли на скорой помощи. Состояние врачи оценивают как средне-тяжелое. За рулем автомобиля была девушка. Она отделалась с легким испугом. В Сочи стартовал второй этап операции «Автобус». Также в преддверии курортного сезона проводится операция «Курорт-2018». Пристальное внимание правоохранители уделяют транспорту и организациям, задействованным в перевозке пассажиров, а также состоянию улично-дорожной сети на маршрутах общественного транспорта. Проверяют и автобусы экскурсионных организаций санаторно-курортной сети. На особом контроле госавтоинспекции автобусы для перевозки детей. Инспекторами только за один месяц выявлено 47 нарушений. Из них 7 допущены должностными лицами и 40 водителями автобусов. 11 административных материалов было составлено за управление неисправным транспортом из-за незаконно установленный опознавательный знак «Инвалид». Более 16,5 тысяч неканализованных объектов в Сочи устранили нарушения. Накануне старта курортного сезона в мэрии обсудили экологическое состояние курорта. Озвучили на совещании и результаты проб морской воды. За три года в Сочи было выявлено 17,5 тысяч адресов с нарушениями. Проблемными остаются 650. Борьба с нарушителями природоохранного законодательства качественно отразилась на экологическом состоянии всего города. Об этом свидетельствуют и пробы морской воды в зонах купания. На сегодняшний день их взято более 180. Это санитарно-химические показатели, микробиологические, наличие паразитологических показателей, вирусы. Значит, на сегодняшний день все пробы соответствуют нормативам. Так что в зонах купания на пляжах городских, пляжах санаторно-курортных можно везде купаться. Всего в городе 42 точки сбора данных. Плюс к ней лабораторные исследования морской воды, которые проводят собственники пляжей. В целом такой мониторинг специалистами Роспотребнадзора проводится раз в 10 дней и продлится вплоть до осени, пока температура воды в Черном море не опустится до 18 градусов. К слову, качество сочинских пляжей отмечено на международном уровне. Шесть прибрежных зон курорта претендуют на голубой флаг. Это особый знак, который присваивается по заключению 60 экологических организаций мира. Тем не менее, глава города поручил усилить работу в этом направлении, а именно в вопросе борьбы с несанкционированными сбросами сточных вод и с собственниками неканализованных объектов. Задача районных администраций – выявлять и передавать данные в МУП «Водоканал», который ответственен за выполнение закона о водоотведении и водоснабжении. А в случае бездействия или халатности сотрудников ждет прокурорская проверка. Я глава города и официально под протокол говорю, что есть закон о воде и водоотведении. Его должны выполнять те, кто этим занимается. В данном случае МУП «Водоканал». Если они не выполняют его, пожалуйста, давайте к ним конкретно предъявлять претензии. Конкретно. Поэтому я говорю, что у них одна задача. Если они выявляют объекты, которые не имеют соответствующих выполнения технических требований, надо отключать. Не отключают, предъявляйте к ним претензии. Борьба с источниками загрязнения в Сочи идет с 2015 года. В каждом районе курорта по поручению главы города созданы рабочие группы, которые в обходах выявляют проблемные объекты, выдают предписания на устранение нарушений, составляют протоколы. В случае их неисполнения абонента ждет отключения от водоснабжения. Решение одно – подключиться к центральной канализации либо оборудовать выгребную яму и заключить договор на ее обслуживание, либо установить лоз. Организация, предоставляющая такие услуги, должна иметь лицензию. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Сочинские полицейские провели мастер-класс, рассказали о возможности получения государственных услуг в электронном виде. Полицейские посетили региональное отделение фонда социального страхования и организовали мастер-класс по получению государственных услуг в электронном виде. Здравствуйте. Скажите, а вы зарегистрированы на портале госуслуг? Ну, я зарегистрирована, но пользовалась сайт, потому что мне там очень тяжело разобраться. У нас сейчас проходит мастер-класс, в рамках которого мы можем вам оказать практическую помощь, и наш сотрудник вам объяснит, как можно заказывать услуги. Хорошо, товарищи. Проходите. Полицейские наглядно показали, как заказывать госуслуги, не выходя из дома. В ходе мероприятия сотрудники УВД помогли всем желающим создать учетную запись на едином портале. www.gosuslugi.ru В дальнейшем вы можете пользоваться данным порталом, заказывать необходимые для вас услуги, а также оплачивать коммунальные платежи, штрафы ГИБДД. Такой акцией довольны остались не только посетители, но и сотрудники фонда. Добавлю, что сегодня порталом в стране пользуется более 65 миллионов человек. По статистике прошлого года, чаще всего россияне запрашивали информацию о наличии налоговой и судебной задолженности и состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России. Популярностью также пользовались услуги по регистрации транспортных средств, оформлению водительских удостоверений, загранпаспорта и регистрации по месту жительства и пребывания. Сегодня в Сочи прошел футбольный урок за месяц до старта Чемпионата мира по футболу. Такие уроки состоялись во всех 11 городах-организаторах Мундиаля. А сегодня слушателями стали учащиеся 24-й сочинской школы. Футбольные уроки для школьников подготовили Оргкомитет России 2018, FIFA и сами города-организаторы. Сегодняшний урок для ребят провел директор Сочинского центра подготовки волонтеров. Сергей Черемшанов познакомил молодежь с историей и интересными фактами Чемпионата мира по футболу. Узнали ученики и подробности масштабной подготовки России к крупнейшему футбольному турниру планеты. Напомню, матчи первенства примут 11 городов, в том числе и Сочи. На стадионе Фишт мировые футбольные звезды сыграют 6 поединков. Четыре из них – встреча группового этапа, игра 1-8 и 1-4 финала. Завершится Чемпионат мира по футболу 15 июля. В Сочи назвали имя победителя Всероссийской олимпиады по сервису и туризму. Финал этого интеллектуального соревнования проходил в Сочинском государственном университете. Проводится олимпиада среди студентов среднего профессионального образования. В какой регион отправится престижная награда состязания профессионалов, расскажет Ольга Десятого. В заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, сервис и туризм, вышли 43 лучших студента. Они прошли серьезный отбор в регионах и приехали на финал в Сочи. Здесь их ждали три дня интеллектуальных состязаний. Финалисты демонстрировали знания теории, это компьютерное тестирование, выполняли перевод профессионального текста и практическое задание. Для каждого из участников олимпиады, независимо от итогов турнира, это большой шаг в плане профессионального роста, отмечают организаторы. Такие конкурсы, чемпионаты, олимпиады, профессионального мастерства способствуют мощному росту, дают огромный толчок для профессионального роста. Как показывает опыт победителей и призеры, и даже участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады, как правило, очень быстро находят в себе хорошую, высокооплачиваемую работу. Испытания олимпиады позади. Финалисты собираются на церемонии подведения итогов соревнований. Сертификаты об участии в престижном турнире профессионального мастерства получают все 43 девушки. Наиболее отличившиеся – почетные дипломы за глубокие знания в специальности, за упорство, оригинальность суждений, за лучшую теоретическую подготовку и творческий подход. Третье место Всероссийской олимпиады завоевала Вероника Власова из Краснодарского края, второе – Алена Мазина из Санкт-Петербурга, но победителем стала Дарья Епова из Москвы. Мы очень готовились, правда, в течение последнего полугода. Это была очень напряженная работа. Мы надеялись на призовое место, но то, что это будет 99 баллов из 100, конечно, это потрясающий результат. Олимпиада завершилась. И Сочи ее участники отправятся в свои регионы и города. Ну а в Сочинском госуниверситете их будут рады видеть снова, уже в новом качестве, в качестве студентов высшего профессионального образования. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. В Сочи впервые прошла олимпиада по ментальной арифметике. В ней приняли участие 110 студентов городского лингвистического центра, а самому младшему из которых 6 лет. Внимание, марш! Все они школьники, но в городском лингвистическом центре их называют по-взрослому студентами. Изучают они ментальную арифметику. Это высокоэффективная образовательная система, с помощью которой сотни тысяч детей научили считать в уме быстрее калькулятора. И здесь во время проведения городской олимпиады длилась она всего 13 минут. Участники выполняли математические задания. Это привычные для них задания по подсчету. То есть они должны выполнить 160 примеров за 8 минут. Конечно, они могут считать их двумя разными способами. Первое на абакусе, это используя специальные счетные инструменты. Второе ментально. Ментально это значит, когда они проводят его без каких-либо подручных связей. То есть считая по памяти и запоминая. Вот это движение руками, которое вы видите, это ребята мысленно переворачивают косточки абакуса. Интеллектуальный турнир проводился для трех групп. Они делились по возрасту и по уровню подготовки. Затем преподаватели проверяли олимпиадные работы. Тем временем для ребят были организованы конкурсы в игровой форме. Городская олимпиада – это своего рода тренировка перед Евразийской олимпиадой и чемпионатом мира по ментальной арифметике. Сочицы принимают участие в состязаниях более высокого уровня и выходят в призеры. Родители отмечают активное развитие интеллектуальных способностей своих детей. Мне очень нравится. Моя старшая дочка защитила в прошлом году в своем матерстве кембриджский экзамен на отличную оценку. Я очень в восторге от преподавателей и от знаний своих детей. Все получили дипломы участников олимпиады, а победители еще и памятные подарки и ценные призы. Призовой фонд составил 50 тысяч рублей. Было не сложно, но я боялась, что я не смогу сделать ментально, потому что оно немножко сложновато. Но я все. Конечно, я доволен этим, что это первое место сразу. Просто делать то, что я умел. Ну и удачи тоже. В городском лингвистическом центре занимаются 652 студента, 234 из которых исключительно ментальной арифметикой. Филиалы центров находятся на улицах Новогинской конституции в переулке Чехова. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. 82 студента Кубанского юридического колледжа получили дипломы об окончании учебного заведения. Важный документ выпускникам, юристам вручали в торжественной обстановке. Все подробности в нашем сюжете. Выпускной в Кубанском юридическом колледже всегда большой праздник и для студентов, и для преподавателей. В качестве подарка от творческих коллективов города и колледжа – яркий концерт. От выпускников слова благодарности руководству учебного заведения и всем педагогам за качественное образование и путевку в жизнь. Хочу поблагодарить весь педагогический состав, а также руководство Скляр Ирину Борисовну и Скляра Александра Николаевича за этот опыт, за этот большой багаж знаний, который они смогли дать в течение этих лет. Они открыли этот колледж и предоставили возможность мне, как студенту, которому с самого рождения хотел стать полицейским, чтобы получить специальность правоохранительную деятельность. Соответствующие дипломы об образовании сегодня получили 82 выпускника юриста. Эта профессия сегодня востребована в Сочи. Студенты колледжа регулярно проходят практику в правоохранительных органах. Многие уже на ее этапе получают предложения по работе. За время прохождения обучения они проходили практики в разных структурных подразделениях полиции, следственных органов города Сочи. Поэтому и наставники, которые у них там были на местах, были все ими очень довольны. То есть большинство из ребят получили грамоты и были отмечены за время прохождения практики. Поэтому мы гордимся своими выпускниками. В нашем учебном заведении работают очень квалифицированные педагоги. Это кандидаты наук, это руководители структурных подразделений, такие как полковники ФСБ, полковник следственного управления. Сегодня Кубанский юридический колледж своей основной задачей считает качество подготовки, возможность получить профессию и начать работу по специальности. Образование, которое дают в колледже, обязательно поможет выпускникам построить хорошую карьеру и добиться профессиональных высот. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи состоялся горный забег по пересеченной местности. Финишная прямая прошла прямо по пешеходному мосту Скайпарка. В забеге участвовали около 120 взрослых бегунов. Организаторы проложили маршрут по естественному рельефу. Длина 5 километров, перепад высоты 600 метров. Трасса шла вниз по ущелью через Ахштырскую пещеру к форелевому хозяйству. На другом берегу реки Мзымта участники поднимались вдоль корабельных скал и Дзихринского каньона. А уже к самому финишу участники бежали по гигантскому подвесному мосту. Это забег, который не требует специальной подготовки. Впрочем, любителям бегать на результат пришлось попотеть. Последние километры – это крутой подъем. Короткий забег, он как тренировка идет для меня. И в то же время очень хорошее времяпровождение с семьей. Дистанция для маленьких бегунов была в 10 раз короче всего 500 метров, но тоже с серьезным перепадом высот. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.